В конце февраля в частном доме в Солослово произошел пожар. В результате возгорания погиб шестилетний мальчик. Еще один ребенок был спасен. По предварительной информации, причина случившегося короткое замыкание электропроводки. Как не допустить трагедии? В эфире ОТВ программа специальное интервью. Здравствуйте, меня зовут Евгения Августина. В нашей студии Владимир Аркадьевич Стражук, начальник отдела надзорной деятельности по Одинцовскому округу. Евгений Михайлович Белебезьев, начальник отделения отдела надзорной деятельности. И Андрей Владимирович Пряхин, начальник 7-го пожарно-спасательного отряда. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы про один частный случай поговорили. А как в целом охарактеризуете ситуацию с пожарами в Одинцовском округе? Здравствуйте, дорогие жители района, гости городского округа. Ну, хотелось бы начать сначала со статистики, которая, к сожалению, у нас в этом году очень плачевна. Год начался, зима была холодная, морозная, в этой связи, конечно, большое потребление электроприборов, неправильная эксплуатация электронагревателей приводит к такому, к таким бедам. На сегодняшний день произошло у нас 97 пожаров. Аналогичный период прошлого года 90. Погибло на них 8 человек. Один из них, вот как сказала Евгения, к сожалению, мальчик, 6-летний в деревне Солослова. Ну, на этих пожарах получило травмы 4 человека. Вот. Ну, это за аналогичный период всего один человек получил травму. В качестве примера, который привела уже Евгения в деревне Солослова, где погиб мальчик, вот, также произошла перегруз электропроводов, которые привел, пока еще идет следствие, но предварительно привел к такому тяжкому случаю, где получилось так, что родители спустились, почувствовав запах дыма, спустились, посмотреть, что горит, но подняться уже на второй этаж за ребенком у них уже не получилось. В связи с большой нагрузкой, горючей нагрузкой дома, огонь быстро распространялся по пластику, и едкий запах перекрыл доступ и не смогли родители подняться и эвакуировать маленького мальчика. Вот. Ужасающий случай, конечно, но, к сожалению, он не один. Вот буквально в субботу произошел, произошли у нас два случая, где погибла женщина, 54 года, в старом городке, и также пожилой дедушка, 48 года рождения, в деревне Оксинино. Участившиеся эти случаи лишь говорят о том, что мы вас хотели бы в этом предупредить, о том, что электропроводка это очень-очень серьезная вещь, на которой быть нужно особо внимательным. Зачастую, что происходит даже в быту, наверняка каждый из вас, вот у нас уже это четвертый пожар на практике, где просто оставляете включенным зарядное для телефона. Выключив телефон, зарядное вы оставляете дома, уезжаете, бросаете на ночь и так далее. Зарядное – это прибор, который тоже, даже отсутствие потребителя зарядки телефона, он постоянно греется, он постоянно под напряжением. И вызывает, естественно, те вещи, которые страшные, о которых говорил вам выше. О чем еще хочется сказать, если касаться всех причин пожара, это вот печи-камины. Эта женщина, о которой было упомянуто, погибла пока, опять-таки, предварительно от неправильного устройства печного дымохода. Эта причина, к сожалению, также актуальна, если взять по статистике, у нас праздничные дни, пятница, суббота, воскресенье, практически 70% пожара. Это бани, которые начинают стопиться. Это хочется упомянуть об этом, об устройстве печных труб, которые должны быть выполнены с теми же отступками, разделками, которые непосредственно указаны, если она заводская, заводская инструкция, если делается частником, то должен делать специалист. Вот так, если проводить, грубо говоря, работу над ошибками, да, родители, почуяв неладно, спустили вниз, оставили ребенка на втором этаже. Вот вообще, происходит пожар, какие действия нужно предпринимать, что нужно сделать, ну, чтобы все закончилось максимально благополучно, хотя бы для людей? Первое и самое главное, сначала обезопасить себя и близких своих. Это самое первое. Как только вы поняли, что вы и ваши близкие находятся в безопасном месте, на улице или выведены в безопасную зону, в первую очередь обезопасить себя. Бежим. Да, вызывать пожарную охрану, а потом уж при возможности без риска пытаться посмотреть, что горит, как горит. Еще раз вернусь к тому случае, о котором вы сейчас упомянули уже по целослово. Чтобы не посмотреть, что запах. То есть, можно было, конечно, тут же мальчика разбудить, но мы не были там в тот момент. Это, конечно, страшные вещи, не дай Бог тому пережить. Это когда ночью вы проснулись от едкого дыма, и когда даже, вот знаете, работая в противогазах, вот будучи, и человек, он даже теряет в своей квартире. То есть, он не понимает, куда идти. То есть, дым, он и буквально в дыхании несколько вдохов такого дыма, вот той концентрации, и, к сожалению, горит не чистое дерево у нас, а горит пластик, и химия, она выделяет большие канцерогены в больших количествах. Естественно, человек теряет сознание, теряет отношение к действительности. Вот. Поэтому в чем-либо, как бы вот в своих поступках, он может быть неадекватный. В этой связи, это самое главное, выйти на безопасное место, а потом уже, позвонив пожарную охрану, принимать какие-то действия. Может быть, да, в начальной стадии и достаточно ведра воды, или обесточивания электропроводки на щите, достаточно будет прекращения угорения в какой-то момент. Вот. Но еще раз хочу сказать, любая, самая дорогая вещь не стоит вашей жизни, ибо она невосполнима. Поэтому еще раз прошу вас обратить особое внимание на свою безопасность. Вернусь еще раз к проводке. Это наличие УЗО автоматов защиты. Если автомат уже выбил один и более раз, следует вызывать специалиста электрика, тестовывать его. Иначе он может быть в последующие разы не выбить при перегрузке сети или коротком замыкании и привести к тем несчастным случаям, к сожалению, которые очень много у нас происходит. Мы с вами поговорили о... Можно я еще дополню в этом случае. Хотелось бы посоветовать жителям иметь первичные средства пожаротушения у себя, как дома, в гаражах, в банях. И, соответственно, датчики оповещения, которые зачастую, когда человек спит, своим громким сигналом помогут разбудить и тем самым предотвратить на первоначальном этапе человеку оказаться в непригодной для дыхания среде. Ну а в дальнейшем, соответственно, ограничить доступ кислорода в помещение. То бишь не надо раскрывать двери и еще чего-то. Выбивать стекла. Да, выбивать стекла. Ну и, соответственно, до прибытия пожароподвезлияния, если представляется такая возможность, попробовать самостоятельно потушить пожар. Если это не получается, соответственно, не надо рисковать. Приедут специалисты и окажут всю необходимую помощь. Телефон. Сейчас он везде разрекламирован. Соответственно, 1-1-2. Набрали, попали в экстренную службу. Они уже перевели. Соответственно, от этой категории чрезвычайной ситуации будут направлены те специалисты, которые вам необходимы в тот или иной минуту времени. Я так понимаю, что мы снимали наш сюжет про пожарные завещатели. Они достаточно легко ставятся. Я хотел отдельно о них поговорить. Они легко ставятся. Довольно-таки недорого стоят. К своему примеру, живу в квартире. Он у меня сработал, жена забыла молоко. Сработал, и я его услышал, гуляя с собакой на улице. То есть на улице, шум улицы. И услышал, что пищит этот извещатель. Стоит он сравнительно недорого. По-моему, даже я их видел в продаже и в Мерлене. Работает от кроны. Крона хватает более года, но до года точно работы. Стоит он, крепится он к потолку. Можно крепить и к стене под потолком. Но лучше все-таки к потолку. Это можно скрепить на двухсторонний скотч. Не нарушая поверхность. Если у кого потолки подвесные. Или не хотят их портить. Но то, что он почувствовал концентрацию дыма, даже незначительную, как я вам уже сказал, допустим, утечка на плите молока, он вас известит и поможет вам в той ситуации избежать больших последствий трагедии пожара. Еще раз повторюсь, пожар легче потушить, не допустить в самом начальном его стадии. Мы поговорили о печном отоплении и об электропроводке. А по каким причинам еще происходит возгорание чаще всего? В первую очередь, до 80% пожаров, естественно, это нарушение правил монтажа, эксплуатации электросетей, электрооборудования. Самое такое, как бы, да, сезонно зависит от использования системы отопления. Это и печи, и другие какие-то теплопроизводящие установки. Ну и, конечно же, это так называемый человеческий фактор действия, бездействия, человеческая халатность, осторожное обращение с огнем. В том числе и при курении. Так что курение в любом случае вредит вашему здоровью, как ни крути. Поэтому нужно избавляться от этой привычки. Андрей Владимирович, весна традиционно у пожарных, у спасателей это пожароопасный период. Почему именно весна? Ну, почему? Потому что все понимают, что снег тает, скажем так, пригревает солнышко. Все начинают выходить на улицу, наводить порядки на своих территориях, дачных участках, садоводческих товарищеских, населенных пунктов. Ну и, соответственно, при этом, скажем так, зачастую не обращая на правила пожарной безопасности. Русский авось. Да, русский авось происходит, что приводит к тем последствиям, которые мы часто в весенний период видим по телевидению. И когда огонь распространяется с большой силой на соседние участки, жилые строения, дома и тому подобное. Ну и, соответственно, перед тем, когда человек начинает свою деятельность в данном направлении, сжигая, не соблюдая правила безопасности, не рассчитывает свои силы, что он думает, что может это предотвратить. То есть стихия иногда очень быстро помогает, усиливается ветер, либо погодные условия меняются и происходит быстрое распространение. Сейчас, вот если коснуться, проводится ряд примитивных мероприятий на территории области. И, соответственно, это распространяется также на все городские округа, муниципалитеты для того, чтобы обезопасить жителей от данного неприятности. Ну и, соответственно, сейчас проводится массовая агитационная работа, в том числе мы в этом очень сильно заинтересованы. Сейчас мы проводим, наши сотрудники проводят агитационную работу через громкоговорители на установленных пожарных автомобилях. Многие, наверное, уже видели, сообщают, как себя вести в той или иной ситуации, чтобы не допустить распространения и обезопасить себя в случае возникновения какой-то нештатной ситуации. Поэтому вот эти все меры, которые направлены, в том числе и в нашем районе, хотелось бы жителей попросить, чтобы они более доверчиво посмотрели, прониклись теми вопросами, которые специалисты им пытаются донести, приняли к сведению, обезопасили себя, довели до своих родных, близких, в том числе до детей, чтобы они понимали, что делать. Много сейчас проводится в учебных образовательных учреждениях, где проводят эвакуацию детей. Недавно, в соответствии с поручением губернатора Московской области, эта работа проводилась, были задействованы все школы, детские сады, объекты с массовым пребыванием. Все это проводится, дети и взрослые освежают в памяти, потому что иногда свойственно человеку забывать то, о чем, скажем так, мы помним всегда. И вот эти вот моменты в нештатной ситуации, когда ты не помнил, а еще и забыл, соответственно, приводят к тому, что не удается человеку спастись и спасти себе своих близких. Вот это вот самое печальное, что может произойти. Человеческая жизнь, она невосполнима, поэтому хотелось бы попросить жителей отнестись к этому более добросовестно. Если видите, не игнорировать эту ситуацию. Ну и, соответственно, при общении подсказывать, как вести себя в той или иной ситуации. Банально, но, наверное, правила пожарной безопасности, так же, как правило дорожного движения, написаны кровью, и тут сложно с этим поспорить. Каждый год мы говорим о пале травы. Вот, казалось бы, уже все известно, и должно, наверное, это явление остаться где-то далеко в прошлом. Но, тем не менее, по-прежнему, к сожалению, актуально. Давайте напомним еще раз, чем так опасен пал травы. Ну, в первую очередь, вот я уже остановился, это, соответственно, приводит к сгоранию соседних строений тех жителей, которые... То есть я вот здесь вот сейчас чуть-чуть подожгу, и ничего страшного не будет, но на самом деле не работает. Подожгли, отвлеклись, отошли или еще что-то. Ну, как правило, страдают те невинные соседи, которые, скажем так, вообще не причастны к этому обстоятельству. Ну, хотелось бы вот, ну, чтобы вот это вот как бы дошло до всех. Ну, зачем это делать? Есть правила, которые прописаны, как это надо делать. Евгений Михайлович сейчас дополнит, что необходимо. Ну, и, соответственно, вот эти вот все, если мы, скажем так, объединимся и сможем эту стихию победить, соответственно, результат у нас по пожарам снизится. Но, как правило, количество пожаров, которые возникают в весенний период, возрастает. Пожарные подразделения нашего района, ну и других районов, соответственно, да, начинают чаще выезжать, чаще, скажем так, поступают сообщения от заявителей в единую дежурную диспетчерскую службу городского округа. Ну, и, соответственно, силы и средства выезжают, отвлекаются не от своей основной деятельности, да, потому что опал травы, ну, что это, горит трава, распространяется, фронт увеличивается, соответственно, ну, какое-то время пожарное подразделение задействуется на это мероприятие. Соответственно, в этот момент может быть у кого-то и реальная помощь потребуется. Это, ну, скажем так, происходит от лечения пожарных подразделений. Хотелось бы просто предупредить, если мы будем ответственно подходить к этому делу с знанием, толком и расстановкой своей последовательности в этом направлении, то, я думаю, что пожара не произойдет. Евгений Михайлович, вот опал на травы. Дети в основном грешат? Или не только дети, но и взрослые, которые увлекаются сельхозработами? Вы знаете, да, это такое сезонное бедствие. Сейчас весенне-летний пожароопасный период. Как правило, это, скажем, жители, владельцы участков пытаются так сэкономить, а кто-то даже думает, что это, наоборот, полезно для почвы. Вот на самом деле нет. Погибают все растения, да, вот корни, там, по-другому, даже животные. Вот здесь абсолютно все, и мужчины, и женщины, и дети, вот и тот же тополинный пух, да, хотя мы и говорим, хоть это уже и банально, вот, но тем не менее. Вот. И в нашем районе такие случаи были, когда действительно вот, вот, сжигая сухую траву, действительно, там до пяти участков загорело, к сожалению. Естественно, мы проводим проверки по фактам пожаров, вот, и устанавливаем причины. Вот. Естественно, за такие действия предусмотрен инистративный штраф. Это до пяти тысяч рублей. Вот. А в условиях особо предпожаренного режима... Дело, что напомнить, что тема природного пожара сейчас активно обсуждается, во всех СМИ мы прекрасно, наверное, с вами помним и пожары в Иркутской области. Вот. Тем не менее, везде здесь причины, это, так называемый, человеческий фактор халатности. Вот. Значит, орган местного управления, вот, мы участвуем и являемся членами комиссии под чрезвычайным ситуацией на уровне округа, да. То есть, мы рекомендуем начальникам территориальных управлений, всем заинтересованным организациям провести защитную опашку, окос, уборку сухой травы. Собственники земельных участков обязаны это выполнять. Вот. Соответственно, таких у нас порядка десяти населенных пунктов и семнадцати садоводческих и огороднических товариществ на территории округа, которые граничат с лесными массивами. Нам это будет контролироваться, вот, все это будет проверяться в ходе рейдов совместных. То есть, мы ежедневно проводим профилактическую работу по двору, по квартирам, обходы, рейды по населенным пунктам, территориям, все это будет проверяться. Вот. Хотел бы напомнить, что с первого мая, с первого января этого года вступила новая редакция правил противорожного режима Российской Федерации. Сотверждено это постановление правительства от 16 сентября прошлого года, 1479. Документ претербел достаточно много изменений. Он хотел бы прям словами документа, да, то есть вот. Теперь, значит, запрещено на землях общего пользования населенных пунктов, также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, используя открытый огонь для приготовления пищи в не специально отведенных оборудованных местах. Запрещено разведение костров между строениями и сооружениями. Также запрещается сжигать мусор, траву, листву, иные отходы, материалы, изделия, кроме места или способов установленных органами мест самоправления. Опять же напомню, что штрафы за разведение костров от 2 до 3 тысяч на граждан, в случае особо противоправного режима, а я напомню, что, как правило, с 1 мая губернатор Московской области, глава поселения вводит особо противоправный режим у нас практически каждый год. Здесь подразумевается, что вообще полный запрет на разведение костров. Если еще вот эти несколько месяцев при уборке земельных своих участков можно при определенных условиях сжигать, то есть в безветренной погоде имеется и первичные средства пожаротушения, телефонная связь, значит, либо это выкапывается яма, делается такая же минерализованная полоса, либо это специальная емкость, которая, если что, можно сразу закрыть, вот, убрать свои участки, подготовиться к лету весельной кампании, вот, то в условиях особого режима до октября полный запрет. Мы также, опять же, по выходным выезжаем, стараемся, конечно, реагировать оперативно, просьбы, да, сообщать службу 112 и на наш телефон, вот таких подобных факторов, то есть будут организованы проверки. Давайте, может быть, подытожим, говорили сегодня много, какие основные советы можете дать жителям нашего округа, нашим телезрителям? Уважаемые коллеги, позвольте уже к вам так обратиться, я думаю, после нашего сегодняшнего разговора, именно вы такими и будете по отношению к тем действиям, о котором мы вам рассказали. Вот, непосредственно, и самое главное, произвести ревизию, это я начну с того, о чем мы все говорили, подведя итог, ревизию электропроводки. Ревизия заключается в том, что наличие, еще раз повторюсь, наличие и их работоспособность, это УЗО и автоматов защиты, которые установлены у вас в электрощитке. Второе, и самое главное, не оставляйте детей без присмотра. Каким бы возрастом дети уже, они остаются детьми. Я имею в виду все-таки тех детей, которые… И какими бы самостоятельными они не казались. Самостоятельными они не казались, да. Вот, и по той причине, что все-таки ребенок при всем его отношении может допустить халатность, я имею в виду, и даже просто шалость. Им же все интересно. Да. И приведя к тем последствиям, которые мы с вами оговаривали. Третье, не менее важное, уже очень вас попрошу приобрести автономные пожарные извещатели. Губернатором Московской области проводится программа по покупке этих извещателей трудным семьям и многодетным семьям. Они практически установлены в каждой семье, находятся, работают. И зачастую они являются очень большим подспорьем как нам, так и я и думаю им, чтобы не потерять ни жилье, ни тем более жизни. Еще хотелось бы вам напомнить, дорогие коллеги, по печным отоплениям, у кого оно имеется, камином, банем. Прошу вас не менее одного раза в год, даже если вы считаете, что у вас все нормально, приводить специалиста, который должен осматривать печную трубу и состояние каминов печей, независимо от чистоты их топки. Спасибо большое за советы. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Дорогие телезрители, берегите себя. До новых встреч на ОТВ.